Иешу родился иудеем, жил как иудей, умер как иудей и вернется, как сказано в Откровении, как потомок Давидом. Как же христианство и иудаизм разделились? Оставайтесь с нами и смотрите, узнавая еврейского Иисуса. Равин Шнайдер – это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Равин Шнайдер Иудаизм и христианство разделились. Иисус – это цель, о которой говорит еврейское Писание. Иисус пришел не для того, чтобы начать новую религию, а чтобы объединить иудеев и язычников в одно, в Мессии. Отец желает, чтобы еврейский народ понял, что вера в Иисуса – это не что-то нееврейское. Так же он желает, чтобы церковь ценила еврейские корни своей веры. Поэтому мы должны понимать, что Иисус есть Мессия для каждого народа. Божьи благословения, шалом вам, возлюбленные. Меня зовут Равин Шнайдер. Добро пожаловаться на очень особенный выпуск программы «Узнавая еврейского Иисуса». Мы поговорим о том, что разделило иудаизм и христианство. Вы только подумайте, сам Иисус сказал, что Он пришел не для того, чтобы нарушить закон, а чтобы исполнить его. Так сказано в Евангелии от Матфея 5 главе. Иисус не считал себя тем, кто пришел начать новую религию под названием христианство. Но Он скорее считал себя тем, кто пришел исполнить то, что Отец открыл в Еврейском Писании, которое сегодня называют Ветхим Заветом. «Я хочу, чтобы вы меня поняли. Я христианин». Христианин – это тот, кто следует за Христом. Христос переводится с греческого как «помазанник». Получается, что христианин – это тот, кто следует за «помазанником». Также Христос – это греческий эквивалент еврейского слова «машиах». И когда кто-то называет себя христианином, то это лишь значит, что он следует за «помазанником», «машиахом», «мессией», «христом». Я – еврейский христианин. Я – еврей, следующий за еврейским мессией, царем Иисусом. Слово «христианство» воспринимается как отдельная религия, отличная от иудаизма. Но его не было в словаре Иисуса. Когда мы используем слово «христианство», то имеем в виду веру, которая является частью системы доктрин тех, кто верит в Иисуса. И в этом смысле я – христианин и верю в христианство. Но я хочу сказать, что Иисус никогда не планировал начать новую религию, отделенную от иудаизма, под названием «христианство». На самом деле Он пришел исполнить то, что Бог уже открыл израильтянам через Моисея и пророков. Иисус говорил об этом много, много раз. Например, в Евангелии от Иоанна, 4 главе, Иисус сказал Самаринке «Мы знаем, кому мы поклоняемся, потому что спасение от евреев». Что имеется в виду? Эта Самаринка была у колодца, она не практиковала иудаизм, и она начала диалог с Иешуа о пророчествах, о Боге и о Царстве Небесном. Тогда Иисус сказал ей «Вы Самарине, и сами толком не знаете, чему вы поклоняетесь». Мы же знаем, чему поклоняемся, ведь спасение от иудеев. Иисус родился как иудей, жил как иудей. Он практиковал религию, которую Бог дал еврейскому народу. И Он заявлял, что является исполнением всего. Очень интересная история, описанная в Евангелии от Луки, 24 главе. Иешуа был распят, и ученики были разбиты. Они думали, что Иисус приведет их к победе. Они думали, что Иисус поднимется, победит римлян, которые захватили Израиль, и вернет еврейскому народу его положение в мире. И вот тот, ради кого ученики оставили все, считая его своим освободителем и искупителем Израиля, вопреки всем их ожиданиям, был распят. Они были сбиты с толку и разочарованы. Казалось, что земля ушла у них из-под ног. И вот в таком потерянном и озадаченном состоянии они идут в город под названием Эмаус. Пока они идут, внезапно рядом с ними появляется Иешуа, но он был в другом телесном облике. Он же Бог воплоти, поэтому он может делать все, что хочет. Ходить сквозь стены, успокаивать бурь, воскрешать мертвых. Он — Бог чудес. По своему определению, Бог сверхъестественный, потому что Он — Дух, а Дух находится выше, чем естественный. Бог сверхъестественный. А это значит, что Он выше или находится над естественным. Поэтому появление Иешуа в другом обличии — это обычное дело. Иисус явился им не только в телесной форме, или точнее, не в той телесной форме, которую они не могли узнать. Он выглядел как другой человек. И вот Иисус вмешивается в их разговор. Он спрашивает, что произошло. Он решил притвориться глупым. Как что произошло? Ты, наверное, единственный в Иерусалиме, кто не знает, что произошло. Иисус, которого мы считали Мессией, был распят римлянами. И вот в обличии другого человека Иисус прошел вместе с ними от закона Моисея до пророков, а потом до Псалмов. Таким образом, Он провел их через все еврейское писание, которое мы называем Танах или Ветхий Завет. И указал на все пророчества, говорящие о том, что Мессии предстоит пострадать, а потом воскреснуть. Я хочу, чтобы вы сами это поняли. Это местописание мы находим в Евангелии от Луки, 24 главе, и чуть позже мы вернемся к этому местописанию. Там сказано, «Трава и цветы вянут, но Слово Божие пребывает вовек, поэтому напоминаю, что Иисус разговаривает с ними, но они не узнают Его». В образе незнакомца Иисус проводит их через весь Танах, весь Ветхий Завет, через книги Моисея и пророков, и даже через Псалмы. Итак, Евангелие от Луки, 24 глава. Давайте посмотрим 27 стих. «И начав от Моисея и от всех пророков, Он объяснил им, что было сказано о Нем во всех Писаниях». Итак, Он через весь Ветхий Завет провел их к тому месту, где говорилось о Нем, что Он должен пострадать. Иными словами, так Иисус показывал апостолам, Своим ученикам, что Он тот, о ком говорит еврейское Писание. Далее, если мы посмотрим с вами 31 стих, там сказано, «Тогда их глаза открылись, и они узнали Его, но Он стал невидим для них». Иисус — это исполнение иудаизма. Он пришел не для того, чтобы начать отдельную от иудаизма религию. Но согласно Библии и истории, Он пришел, чтобы исполнить иудаизм. Без Иисуса иудаизм неполный. Попробую объяснить это на примере. Предположим, вы летите из-за Гая во Флориду. Прямого рейса нет, поэтому вам придется лететь из-за Гая в Атланту, а уже из-за Атланта вы летите в Майами, что во Флориде. Иудаизм без Иисуса — это как желание полететь из-за Гая в Майами. Вы летите в Атланту, но при этом не попадаете на рейс из Атланты в Майами. Иудаизм без Иисуса теряет свою суть. И Иисус — это цель, о которой говорит еврейское Писание. Все это было вступлением к серии проповедей о том, как христианство и иудаизм отделились друг от друга и стали двумя отдельными религиями. В Евангелии от Иоанна 5, главе 46 стихе сказано вот что. Иисус сказал еврейскому народу. «Если бы вы верили Моисею, то верили бы и мне, потому что Моисей писал обо мне. Не думайте, что я пришел нарушить закон и пророков. Я пришел не нарушить, а исполнить их». Иисус никогда не планировал начинать отдельную религию. Он пришел, чтобы исполнить иудаизм. Я сам родился и воспитывался как иудей. У меня была бармитцева в консервативной синагоге. И я очень часто слышу от нееврейских верующих, а также и от евреев, как вы можете быть иудеем и христианином одновременно. Вы либо иудей, либо христианин. Но невозможно быть и тем, и другим. Скажу это еще раз. Очень часто люди, как язычники, так и евреи, задают мне этот вопрос, и зачастую они настроены враждебно. Они говорят, «Как вы можете говорить, что вы иудей, но верите в Иисус?» Такого не бывает. Вы либо иудеи, либо христиане. Но не бывает иудеев-христиан. Но знаете что? Быть иудеем и быть христианином — это две разные вещи. Иудеем вы становитесь не из-за своих верований, а через рождение, через свою родословную. Иными словами, иудей — это телесный потомок Авраама, Исаака и Иакова. Вот почему еврейский мальчик или мальчик, который рождается в этот мир, в племени Авраама, Исаака и Иакова, обрезывается на восьмой день. Вы только подумайте. Все израилетяне и все евреи обрезывают своих сыновей на восьмой день после рождения. Хочу задать вам вопрос. Во что верит этот ребенок на восьмой день своей жизни? Он верит в Танах, Ветхий Завет, или же в Новый Завет? Он не верит ни во что. Ему восемь дней от роду. У него еще нет никакой системы верований. Но он обрезан как израилетянин не из-за того, во что он верит, и не из-за религии, которую он исповедует, а лишь потому, что он телесный потомок Авраама, Исаака и Иакова. Поэтому иудейство или еврейство указывает на ваше происхождение, и вы не можете родиться христианином. Христианин — это тот, кто активно следует за Христом, или Машехом. Поэтому христианами могут быть последователи Иисуса как языческого, так и еврейского происхождения. Любой, кто активно следует за Иисусом, является христианином. То есть христианство связано с вашими верованиями и вашим хождением с Богом. Это то, что вы выбираете. Но быть иудеем не значит практиковать какую-то религию. Это то, что передается вам по наследству. Сегодня среди евреев есть ортодоксиальные евреи, консервативные евреи, реформистские евреи, евреи из движения реконструкции, евреи из движения восстановления. Видите, как много. Зачастую их верования очень отличаются, но при этом они считают себя евреями, несмотря на все разногласия. Почему? Потому что они принадлежат к одному роду. Даже евреи-агностики, евреи-атеисты считаются евреями, несмотря на то, что даже не верят в Бога. Так почему же так? А потому что они физические потомки Авраама, Исаака и Иакова. Сравнивая иудейство и христианство, мы говорим о разных вещах. Первое переходит к вам по наследству, а второе связано с вашей верой и ее практикой. Но давайте вернемся к нашей теме. В этой серии программ я покажу вам, как Иисус, который сказал Самаренке в Евангелии от Иоанна, что спасение от иудеев. А вы знали, что Иисус говорил приходящим к нему язычникам следующие слова? «Я пришел только к потерянным овцам Израиля». Вы только подумайте. Иисус пришел как иудей. Когда он родился, мудрецы сказали, «Где рожденный царь иудеев?» Итак, он родился в этот мир как иудей, а еще он был воспитан еврейскими родителями, практикующими иудаизм. То есть родители Иисуса были евреями не только по рождению, но и исповедовали религию, которую Бог дал еврейскому народу. Библия говорит, что родители Иисуса каждый год ходили в Иерусалим на празднование Пасхи. Многие евреи приходили в Иерусалим всего один раз за всю свою жизнь, но родители Иисуса каждый год ходили в Иерусалим на празднование Пасхи. А это значит, что они практиковали иудаизм. Итак, Иисус родился как иудей. Мудрецы говорили, «Где рожденный царь иудеев?» Во-вторых, его воспитывали родители, практикующие иудаизм. Писание говорит, что на восьмой день Иисус был обрезан. А когда он начал служить, кого он выбрал в качестве своих учеников или апостолов? Двенадцать иудеев. А когда к нему приходили язычники, он отвечал, «Я пришел, чтобы послужить только израильскому народу». Мы знаем, что после распятия Иисуса Евангелие разошлось по всему миру. Об этом мы поговорим позже, но я лишь хочу обратить ваше внимание на еврейский контекст нашей веры в Иисуса. Итак, Иисус выбрал себе двенадцать иудеев в качестве апостолов. И служил он только потерянным овцем Израиля. Когда Иисуса распяли, над его головой повесили табличку с надписью «Иисус из Назарета – царь иудеев». Что же было дальше? Дух Божий излился на учеников в еврейский праздник под названием Шевоот, или, как мы его называем, Пятидесятница. Что же происходит сейчас? В книге «Откровения» мы читаем, что сейчас Иисус сидит на небесах, и там Он назван львом иудином. А в последней главе книги «Откровения» сказано, что Иисус вернется за Своей церковью как потомок Давида. Итак, Он пришел как иудей, жил как иудей, служил иудеем, умер с надписью «Иисус из Назарета – царь иудеев». Сейчас сидит на небесах, как лев из колена Иудина, и вернется на землю как потомок Давида. А вот почему разделение между верой в Иисуса и иудаизмом не должно быть. Пожалуйста, поймите меня правильно. Я не пытаюсь сделать язычников иудеями. Я лишь хочу сказать, что если вы не еврей, вам не нужно отделять свою веру в Иисуса от иудаизма. Вы должны понять, кто такой Иисус из иудейского контекста, потому что именно в таком контексте Он появился и до сих пор в нем находится. Конечно же, мы понимаем, что Бог выше иудейства, Бог – Дух, а Дух выше Плоти. Но также не забывайте о том, что когда мы пойдем на небо, то придем в город под названием Новый Иерусалим. И врата этого Нового Иерусалима на небе будут исписаны именами «двенадцати колен Израиля». Так говорит Библия. Если у вас вызывают сомнения мои слова, то я призываю вас сделать то, что делают в политике, провести проверку фактов. Открывайте Библию и читайте книгу Откровения. Там вы все сами увидите. Так вы поймете, что все, что я говорил вам сегодня, взято из Слова Божьего. Мое послание основано на Библии. И на следующей неделе мы продолжим говорить о том, как Иисус ел с учениками свой последний ужин, который мы называем «Пасхальной вечерей». Он сказал своим ученикам, «Пойдите и приготовьте мне Пасху». Как так получилось, что этот Иисус, который пришел как Иудей, жил как Иудей, умер как Иудей, сидит на небесах как лев Иудин и вернется как потомок Давида, скажите, «Как так получилось, что послание христианства настолько отделилось от иудаизма? И почему сегодня иудеи смотрят на Иисуса и на христианство в целом как на что-то нееврейское? А также почему многие христиане нееврейского происхождения сегодня, смотря на свою веру, считают ее отличной и отделенной от иудаизма? Надеюсь, я помогу вам собрать все это вместе, и это принесет вам мир и ясность. Думаю, это приведет вас в восторг, и вы будете рассказывать об этом своим друзьям. Вы также можете пригласить своего друга на просмотр следующего выпуска нашей программы. Она выйдет на этом же канале в это же время. Если вы включите нас на следующей неделе в это же время на этом же канале, то услышите продолжение этого послания. Я очень рад, что могу донести его до вас. Я очень рад, что вы с нами. Божьих благословений, я люблю вас, увидимся через неделю во имя Иешуа Хамашиаха. Шалом! Мир находится сейчас в полном хаосе, и единственная надежда для мира это Бог, создавший Вселенную, и мы с вами являемся его послами. Мы послы Господа Иисуса Христа. И нам нужно что-то делать, чтобы подготовить мир к его возвращению, проповедуя Евангелие. Когда вы поддерживаете меня и это служение, то так вы участвуете в подготовке атмосферы для возвращения Господа Иисуса. Иисус сказал, что он вернется, когда Евангелие будет проповедано до краев земли. Люди все больше и больше осознают, что сегодня нельзя ни на что положиться. Все вокруг нестабильны, все системы рушатся, правительства распадаются, экономические системы рушатся. Рушатся также, к сожалению, и моральные устои. Единственная стабильная вещь, это наш Бог. Он наша скала. И я прошу вас поддержать меня в проповеди Евангелия Иисуса Христа по всему миру. Возлюбленные, Иисус рассчитывает на нас с вами. Мы Его уста. Помните, Иисус сказал, вы будете мне свидетелями до самого края земли. Я прошу вас поддержать меня и служение, узнавая еврейского Иисуса. Я хочу, чтобы вы знали, что ваша финансовая помощь очень важна. Мир вам. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень, чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса, заходите на наш сайт. Если у вас есть свидетельства о том, как Бог изменил вашу жизнь через служение, узнавая еврейского Иисуса, то поделитесь им с нами. Зайдите на наш сайт и кликните на ссылку «Свидетельство». Равин, я каждый день молюсь за вас, Синтии. Пусть Бог защищает вас, пока вы путешествуете и исполняете Божьи призвания. Вы касаетесь жизни и сердец по всему миру. Поддержка вашего служения радует мое сердце. Я люблю и ценю вас. Мы рады, что вы смотрели нас сегодня и мы хотим помолиться за вас. Присылайте нам свои молитвенные просьбы по почте или посетив наш веб-сайт. Мы также хотим поблагодарить вас за вашу финансовую поддержку. Поддерживая наше служение, вы становитесь партнером Бога в построении Его Царства. Спасибо вам и пусть Отец воздаст вам за вашу щедрость и ваши сердца. Будьте обильно благословенны. Будьте обильно благословенны. Тысячу лет назад Бог сказал Моисею и Аарону, произносите это благословение на мой народ и тогда мое имя будет на них. Бог Отец все еще жив. Если я произнесу те же слова в вашу жизнь, Он дарует вам свое имя и продолжит по-новому благословлять вас. Принимайте благословение Бога Отца в вашу жизнь прямо сейчас. into your субтитры и субтитры Господь и сохранит вас, да озарит вас Господь светом лица своего, и будет милостив к вам, да обратит Господь к вам лицо свое, и да дарует вам свой мир, свой совершенный шалом. Многие из вас чувствуют сейчас нечто таинственное. Иисус стучится в двери вашего сердца, Он любит вас, Он хочет войти и жить в вас. Для этого вам лишь нужно сказать, Иисус, пожалуйста, прости мои грехи. Если вы произнесли эту молитву и отдали свою жизнь Иисусу, то с вами произошло нечто сверхъестественное, а именно вы родились свыше. Воспользуйтесь информацией, которая сейчас на экране. У меня есть материалы, которые я хотел бы передать вам. И если вы произнесли эту молитву, то вы приняли самое важное решение в своей жизни. Я люблю вас, но самое важное – Бог любит вас. Смотрите программу «Узнавая еврейского Иисуса» как хотите и где хотите. Просматривайте на Фейсбуке еженедельные послания «Равина. Семена Откровения». Смотрите полные выпуски на Ютьюбе. Загружайте учения «Равина» через наше мобильное приложение. А также читайте особые письма от Синтии. Дорогие друзья, на следующей неделе я расскажу вам историю того, как иудаизм и христианство отделились друг от друга еще во времена фарисеев. Не пропустите это. Продолжение следует...